здравствуйте мои дорогие мастера и мастерицы гости моего канала мои подписчики меня зовут светлана и я вас рада приветствовать на своем канале клубок шоу это видео для меня не совсем обычные в этом видео я не буду вести никакой мастер-класс не буду ничего вязать поэтому те кто следит и за работой моего канала и вяжет по моим мастер-классам я думаю вряд ли будет эти темы интересные это даже видео я снимаю больше для себя и название видео говорит само за себя сапожник без сапог по моему для всех мастериц кто вяжет на заказ это очень такая но только не только даже вяжет или шьет или что-то мастерят это очень животрепещущая тема что на заказ вот как я вижу до себя и до своих близких не всегда хватает времени и сил поэтому я решила себя как-то стимулировать чтобы не было пути назад у меня отступать я и снимаю это видео поскольку пряжи я уже закупила и у меня как наступил тот этап когда я очень очень хочу вязать именно для своих близких поэтому я сейчас заказов стала брать намного меньше и думаю буду вязать и себе и как-то не забывая про свою работу поэтому собрала всю пряжу которую я покупала и раньше и вот в последнее время поэтому сначала я сразу период опережая вопросы которые могут мне поступить где я покупала пряжу я всю пряжу заказываю в интернете сейчас множество магазинов которые как и с большим ассортиментом и моточной пряжи и бобинной пряжи которые территориально близко к вам относятся или можно например доставку какую-то заказать поэтому точно по где я покупала эту пряжу я вам сейчас не могу сказать единственно даже я вам приблизительно скажу состав пряжи потому что вся пряжа у меня вот непосредственно под какую-то вещь я планирую уже и у меня уже как в голове есть модель в голове есть и там в каких-то даже фотографии я подобрала материал подобрала то есть то что я планирую вязать поэтому вот я хочу рассказать и сказать что же я планирую и с и там с какой-то я регулярностью постараюсь вам показывать то что я или вижу или связала или в чем я разочаровалась и бросила вязать но зато может быть это конечно вам не будет интересно но для меня для меня это будет стимул что я буду продолжать свою работу а никак не брошу и не будет у меня где-то пылиться в моем шкафу в первую очередь я хочу как пылиться в шкафу как у меня наверное я по весне еще купил тоже себе пряжу это стопроцентное там меринос твидовые пряжи я все хотел себе связать сарафан столько моделей я пересмотрела столько набросков сделано в конечном итоге все это так в набросках в зарисовках и в пряжи лежит поэтому вот чтобы не было пути для отступления и вот в первую очередь я хочу рассказать что буду вязать для себя вот это у меня твит твита прямо я уже даже связала образец хотелось мне посмотреть как он будет как смотреть в изделии в полотне потому что пока когда я его выбирала я думала буду вязать его жаккардом но сейчас посмотрела наверное обойдусь и обыкновенной лицевой гладью только по составу знаю что это меринос кашемиром специально я его постирала этот образец в стиральной машинке поскольку вот везде почитала что год кашемир легче всего именно раскрывается при стирке в стиральной машинке поэтому я и связала образец стиральной машинки так как платья я это платье я планирую стирать в стиральной машинке вот то есть прекрасная фактура очень очень мягкий до пряжа раскрылась появился вот этот пушок и за что я боялась что вдруг будет косить нет прекрасно плотно то есть такой стабильный нисколько не косит поэтому я со спокойной душой собираюсь вязать себе платье планирую вязать от горловины по наверное по груди пущу может быть какие небольшие араны но очень небольшие это прямо петли может быть или вытянуты или со смещением какого-то такого узора небольшие поскольку сразу же оговорюсь во первых у меня и размер не маленький размер у меня 50 и даже уже ближе к 52 однозначно что никаких крупных аранов или крупного рисунка в моих работах не будет то есть вот это для себя и для себя сразу же у меня приготовлены вот три таких моточка три вот таких моточка это у меня на палантин я практически всегда хожу в палантинах у меня палантины любые и кашемировые шелковые и очень много из кауни практически из всех цветов у меня есть поскольку кауни это для меня моя любимая пряжа это пряжа у меня идет ангора с вискозой и с мериносом такой небольшой состав почему именно три цвета поскольку планирую связать твид в клетку пока даже еще не провязывала образцы пряжа пришла мне совершенно недавно поэтому но хочу вкратце сказать что рисунок уже я подобрала как буду комбинировать что но обыкновенный будет узор в клетку и будет связан платочной вязкой поскольку как чтобы не не загибались ни края и полотно было двустороннее я решила просто его именно связать узором в клетку это то что в ближайшем будущем я буду вязать теперь у меня вот здесь вот такие бобинки это уже для моих мужчин младший сын у меня давно просила на связать ему джемпер или пуловер еще мы с ним точно не определились темно-синего цвета я пряжу купила купила пряжу это 100 это меринос 80 процентов мериноса 20 процентов акрила и пряжа спредина вот таким шнурочком уже я и связала образец уже хотели мы с ним начинать вязать но он захотел вот уже совершенно по другой структуре этот видовую пряжу я связала образец образец здесь у меня связано на вязальной машине я хотела именно сразу посмотреть как будет выглядеть в полотне в полотне поскольку состав здесь меринос и шелк в бобине пряжа достаточно такая жестковатые и поэтому вот он еще эту пряжу не видел я испугалась что он сразу же категорически откажется он не любит меня никаких жестких таких вещей поэтому я и связала на вязальной машине образец ну конечно тоже его постирала в стиральной машине и пряжа преобразилась пряжа очень очень мягкая шелк вот то есть вот его такая как за не то что колючесть которая была здесь ее совершенно нет почему я именно ему как-то заказала не стопроцентный меринос а вот с шелком именно я хотел с какой-то с ну состав комбинированный смес смесовый состав поскольку он живет то есть от меня далековато он учится у меня в университете поэтому там у не всегда у него есть возможность постирать и как это аккуратно разложить где-то на каком-то по на каком-то полотне как я всегда делаю состав состава со стопроцентным мериносом поэтому мы с ним нашли вариант чтобы было вот как здесь например меринос и шелк шелк дает более стабильное полотно оно такое более чем вот сто процентов даже вот как я вот здесь вот у меня меринос и кашемир она более такой пластичная это более такой стабильное полотно для того чтобы он например мог постирать и просто его не даже не раскладывая где-то просушить вот эту вещь но теперь вот я жду когда приедет он и уже мы с ним определимся с выбором модели следующие бобина это уже для моего старшего сына это такая ванна светло-серого цвета с небольшим меланжем это стопроцентный меринос тоже мне сын уже показал модели которую он хотел бы модель вероятнее всего будет с небольшими аранами хотя он как-то больше настаивил хочется ему обыкновенной чулочной вязкой вот я не знаю если я подобрала несколько моделей чтобы можно было вот именно в чулочную вязку разбавить небольшими аранами если он согласится значит у это будет с аранами если он не согласится например скажешь только чулочным полотном значит я думаю даже не буду заморачиваться свяжу на вязальной машине ему вот желаемую модель это то есть вот для старшего сына также вот несколько бобиночек у меня я купила это уже к новому году я готовлюсь для подарков как говорил я буду для себя но все равно для своих также для близких это на подарки я решила всем связать варежки поэтому и подобрала такую пряжу это пряжа одной фирмы одной фирмы я не буду даже говорить состав у нее baby альпака меринос и еще какая-то то ли вискоза то ли полиамид почему-то я именно именно и подбирала пряжу на варежки как известно что альпака в 7 раз теплее чем меринос поэтому я вот решила связать такие теплые варежки ну пряжа конечно изумительная она уже сразу же с таким небольшим пушку лом но пряжа очень тоненькая но кто следит за работой моего канала знает я люблю я люблю тонкую пряжу поэтому у меня уже как мания я когда вижу тонкую пряжу я прямо подаю в полный восторг люблю я тонкую пряжу как вот ну почему ну почему да можно подобрать можно например как на варежке приблизительно метраж где-то там триста пятьдесят четыреста метров сто грамм можно подобрать и вязать из них но я не из не то что не спорю как вот кто любит яблоко кто любит грушу но вот я люблю из тонкой пряжи вязать мне легче сложить ее несколько сложений и связать чем а сразу же взять готовый пряжу пускай там триста пятьдесят четыреста метров и связать я люблю такую пряжу пряжу эту пряжу также я как уже знаю своих близких там гардероб какой есть поэтому я уже непосредственно для каждого подбирала и планирую если все нормально у меня варежки я хочу сделать двойные сверху будут вот из baby альпаки и может быть я там сделали с вышивкой лишь там что-то нанесу это все будет поэтому а это будет этот у меня стопроцентный меренос по моему ну не обязательно конечно это уже будет внутри двойная варежка если не буду делать какие-то там украшения то двойную варежку из-за чего чтобы ее можно было поносить и так и так ну почему-то мне захотелось попробовать связать так поэтому я сразу же подобрала у меня будет вот под эту пряжу я сразу подбирала также у меня есть тоже такая же вероятнее всего это тоже видовая пряжа это стопроцентный меренос то есть они вот с эффектом твида и еще вот два таких цвета этот какой-то коралловый и мыши на вот это конечно цвет очень красивый прям такой благородный смотрю как в этом в работе как будет да прям очень даже красиво по моему будет смотреться какой-то или пуловер или джемпер ну красиво очень пряжа ну вот это то есть то что я планирую начать вязать почему как бы сразу же у меня в работе получается несколько на как работу вижу у меня дети живут за 100 километров от меня поэтому они ко мне приезжают или я к ним приезжаю какой-то периодичностью поэтому я и планирую буду вязать и чтобы к их приезду и когда я к ним это еду чтобы все это померить единственно тоже достаточно давно я начала для очень хорошей девочки вязать вот такой свитерок свитерок и так да он связан тоже это для вот близких для близкого мне человека это связано пряжа baby wool я вижу в две ниточки хотела я связать с удлиненной спинкой но мы установились не стали немного вот она у меня как-то не удлиненные здесь я совершила такую небольшую ошибку знал я про все это но все равно как говорится раз на грабли я на свои опять наступила что узор путанка когда мы с вами меняем вот вяжем 1 лицевая 1 изнаночная и мы меняем в каждом ряду он по плотности по плотности вот здесь прям хорошо видно видите насколько ушел вниз плотность этого узора это в длину намного меньше чем плотность чулочного чулочной работы и поэтому когда вот она должна у меня придет вот здесь быть ниже но когда я все это опускаю уже вот такая разница а мне еще вязать и вязать поэтому теперь я это все буду распускать и вязать уже этот же свитера как продолжать вязать но спинку и вот края переда буду вязать наверно лицевой лицевым полотном или узором я не знаю как он вот он всегда путаюсь то есть когда мы с вами смещаем будем смещать петельки не в каждом ряду а в лицевом ряду в каждом он до по плотности эти узор практически одинаково потому что я вижу комбинезон и когда детские там какие-то свои изделия там плотность совершенно одинаковые но вот здесь и жалко мне конечно этот узор тоже у меня его нет я вижу его по картинке мы нашли где-то на сайте какого-то магазина там свитерок нам понравился этот рисунок и я этот рисунок и вижу приблизительно его рассчитала чтобы он уместился по рядово по длине по то по длине мы моего свитерочка и теперь и поэтому я вот вижу и каждый ряд непосредственно записываю чтобы знать где какие переплетения поэтому схема у меня нет вот сейчас я его распущу и буду вязать заново и наводя порядок в шкафах я хочу похвалиться или показать чем же я вот так занимаюсь между делом между делом почему порядок в шкафах до наводила порядок и нашла у своих мужчин очень много футболок которые они не носят они занимают только место поэтому я их взяла разрезала вот у меня получается такое такая нить и уже связала начала вязать вот такой коврик это у меня другая ниточка я добавила чтобы там внести какие-то там дальнейшие изменения и вот такой меня коврик получается вяжу я его крючком десяткой поскольку тут все-таки достаточно такая на толстенькая получилось вот у меня вот этот шнур я разрезаю футболку по ширине полтора сантиметра и уже потом так непосредственно так немножечко и и растягиваю и она получается вот такой толщины и вот смотрите какая красота у меня получается и футболок нет и коврик у меня уже почти готов даже вот здесь хорошо видно что одна из футболок было с принтом по переду поэтому вот этот принт вот он здесь немножечко появляется здесь вот эти кончики которые когда мы я соединяют вот это ли лента там все равно же получается остаточки думаю ничего страшного вот такой коврик у меня получится но спасибо вам за внимание спасибо вам за поддержку надеюсь что это будет у меня не одно видео как мы раньше говорили торжественно клянусь что с определенной очередностью буду делать небольшие видео по тому как продвигается моя работа а потом я в этом же в этих видео планирую рассказывать свои ощущения от пряжи также буду делиться своими впечатлениями уже например в готовые вещи чтобы я переделала бы или например какие мне недостатки или там когда буду носить и комфортно ли там как пряжа себя ведет вот я то есть планирую именно в этих видео рассказывать поэтому эти все видео будут у меня выходить под одним названием чтобы тем людям которые было это интересно эта тема они могли спокойно смотреть если вам эта тема не интересна чтобы просто-напросто можете это видео не открывать и не смотреть а так на этом все до свидания мои дорогие до новых встреч а